В Калязине и Тверской области состоялся фестиваль «Походная кухня». Мероприятие входит в событийный календарь Тверской области, приурочен к празднованию победы русского ополчения над польско-литовскими захватчиками в период смутного времени под Калязином. Тему продолжит наш корреспондент. Традиции проведения праздника уже 11 лет. Фестиваль зародился в 2009 году. В этом году мероприятие посвящено 411 годовщине победы в битве на реке Жабня. Здесь в 1609 году русское войско под предводительством князя Михаила Скопина-Шуйского одержало победу над польско-литовским войском. От героев былых времен не осталось совсем имен. И, к сожалению, мы действительно еще многие имена еще до сих пор не знаем. Вот еще продолжаются поиски, конечно, мы историки работаем. И вот выяснили недавно еще имена воевод, которые здесь погибли вместе с Давидом Жеребцовым, Кашинский воевода, князь Иван Щербатов. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Максимова, которая сказала, что подобные фестивали служат хорошим мотиватором для пробуждения интереса к историческим событиям и сохранению памяти о них. Очень здорово, что уже прошло столько веков, а вы помните тех людей, которые были героями еще 400 лет тому назад. Однако еще одна тема фестиваля – гастрономическая, а именно известная Калязинская походная солянка и ягодный кисель, которые стали визитной карточкой мероприятия. Чтобы продегустировать блюда, все желающие могли принять участие в мастер-классе по приготовлению этих угощений. С большим усердием взрослые дети нарезали капусту и лук, терли морковь и отвечали на вопросы кулинарной викторины. Помимо солянки, всех гостей праздника угощали походной гречневой кашей и иван-чаем из полевой кухни. Весь день фестиваль «Полевая кухня» привлекал жителей и гостей района в городской парк, где каждый смог найти для себя что-то интересное и приобщиться к древней культуре.